так меня сегодня пригласили поучаствовать вот в этом семинаре вебинаре я еще сам не знаю что это такое первый раз как бы называется школа владимира солнышко говорят что какой-то офицер ни о чем не говорит лично мне но тем не менее как бы это посмотрим что это такое вместе с вами 90 тысяч я думаю они исполнители уже пришлют вот смотрите когда они меня на суд пригласили судья там какое-то время дала видно она посчитала что за судебный период и я быстренько написал вот эти заявления ну как быстренько почти месяц и отправил в управляющую компанию отправил за день или за два до заседания чтобы ответить они не могли естественно они не ответят я на суде встаю и говорю я вам отправил 20 заявлений я говорю где ответ она встает и говорит а я и отвечать не буду я говорю вот и занесите протокол что на 20 заявлений отвечать не желают раз не желает тогда вы вообще свободны о чем говорить если вы не хотите разговаривать вы никакие вопросы решать не не желаете в засудебном порядке вы никогда не обращались ко мне чтобы подписать договор и вот сейчас насчет договоров очень интересная вещь там выплывают что мы обязаны были с ними договор подписывать вот не взирая на то там есть там какие-то договора торжества и когда управляющая компания сказала что соответствие жилищным кодексом они обращаются так скажем ко мне и требуют от меня вот первое что я им заявил я говорю с чего это вы решили что у вас есть права в жилищном кодексе вы где укажите мне строчку где в жилищном кодексе указана управляющая компания у вас там вообще нет так вот у меня тоже по всей вероятности даже договоров нет я вот не помню не то что договоров их нету я у них запросил сразу документы уставы у них в уставе написано что они управляющая компания а жилищном кодексе нет такого понятия как управляющая компания осуществует люди в наглую используют жилищный кодекс не взирая на то что их там нету то есть это мошенничество вообще и вот это как раз и надо поднимать и все вопросы решать оттуда ну вот я запросила а потом задаете вопросы советского союза вот каким образом они попали в рф укажите территорию российской федерации укажите народ и пусть они отвечают наша задача составить правильные вопросы и чтоб они никак не могли ответить еще ни один из них не ответил а где заявление в президиум верховного совета с ссср а желание выйти из состава советского союза и гражданство ссср ну нет ни у кого не знать не знаю поэтому наша задача вот все это писать на основании того-то вот вы должны были сделать то-то то-то предоставьте пожалуйста если вы не предоставите значит в отношении вас действуют статьи какие-то так вот здесь взять все документы еще чтобы составить на них тоже графики мало вот я вам присылаю документы вот одно заявление давайте перейдем ко второму давайте посмотрим открываем 002 о чем оно опять таки этой же толмачевой я говорю весь пакет документов все 18 заявлений требуется отправлять это любому должностному лицу это скажите прямо вот просто взять независимое вы берете смотрите текст вот меняете в этом тексте ставите свое имя свой адрес ну да 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 ставите кисать их место управляете пишите кому вы там отправляете ну ООО какая нибудь или еще что-нибудь я частенько пишу если естеств ООО ТЖС вот у меня да то я начинаю, они же надо мной издеваются, я делаю то же самое до платежевых операций. У них написано, естественно, вот это же, я пишу, кто это, вернее, что это. Я пишу, что это объект, а объект не может подавать заявление в отношении человека. Понимаете, это вот первое должно быть сразу их осаживать, с чего они вздумали подать. И вот сидели, сидели и говорят, хотим с Вовки деньги принять. Вовка, конечно, обрадовался, побежал в банк, тут же деньги снимает и отправляет им. Сделать мне больше нечего. Вот мы должны написать так, чтобы любой наш последователь с радостью схватил вот эти документы, изучил и пошел их применять. Вот у нас какая задача стоит. Документ должен открывать глаза и судье, и истцу, и окружающему миру. Я не знаю. Не хотите. Что-что? Не хотите. Как понять? Ну, прямо, если не открывается, значит сомнение. Да? Конечно. Ладно. Так, ладно, будем это обсуждать. Ну да. Открыли. Сколько у нас человек сейчас? Где мы беседуем? Записано как бы семь, но нас еще, наверное, двое. Девять, наверное. Три человека не могут попасть внутрь, мужики как раз. Я там лишних подобавляла. И, да, Владимир, это, наверное, здесь. Здесь, здесь. Ну, прекрасно тогда. Лекция у нас прекрасная, так что... Короче, едем дальше. Смотрим заявление номер два. Переходим там к пункту Б. Здесь говорится как раз вот о Российской Федерации. Вы обращаетесь к живому человеку, мужчине, непосредственной власти от имени Российской Федерации. У меня непосредственная власть, я ей пользуюсь, но это не из Конституции Российской Федерации, а из Декларации прав человека. Пункт 1, статья 21. Это... Вот. Сюда можно, конечно, вписать, я периодически вписываю, статья 2 Конституции СССР, вот, 77-го года. Вот. В данной связи предоставьте данные о РФ. Сколько РФ было? 91-го года. РФ 91-го года, 93-го, 98-го, 2002-го, 2012-го. Короче, они все время меняются. Статусы у этих РФ меняются. Но все, кто живет в этой РФ. Ну, не все, а основное количество. Население об этом и не знает. Вот. Поэтому, когда с юристами эту тему беседуешь, что им задаешь вот глупый вопрос, а вы в какой РФ? Если уж говорить об РФ, то какого года? Ну, не все, не все. Или, ты требуешь у них предоставьте документы о наличии территории РФ 91-го года, 93-го, 98-го, и смотришь на их выражение лица. Доставьте акты по передаче территории, земли, активов, денег, банков, народа, из Советского Союза в РФ и так дальше. Где эти документы? Кем они подписаны вообще? Вообще они были когда-нибудь? Насколько я знаю, их никогда не было. Но без приема передаточных актов ничего образоваться вообще в принципе не могло. Вот, поэтому я у них и прошу, я не нашел. Вопрос тут в чем, это сделано для студий, там есть такая фишка у этих судей, если вы обяжете их сделать запрос куда-нибудь, например, в правительство, в конституционный суд, да? Ну, во-первых, ни один судья, насколько я знаю, на это не идет. Потому что, если они сделают запрос, то им, ну, минимум, что уводят, наверное. Вот. Поэтому они не любят, когда вы пишете в своих заявлениях о запросе. Но вы здесь сначала пишете, что вы не нашли нигде данные. Поэтому вы теперь к судье обращаетесь. Там же в соответствии с их статьями, если вы не смогли найти, значит, судья должен делать запросы. Вот мы пользуемся этими статьями. А если вдруг отправят запрос, то, значит, дело встанет, пока ответ не придет. Я уже говорил, не знаю, там кто новенький подключился для них. Скажу. Я тут вот понаписывал этих заявлений. Отправь, да? За последние полгода три судьи взяли отводы. Не хотят просто общаться со мной, потому что знают, что я сейчас на них вылью вот эти все эти заявления. Они же у меня уже готовы что-нибудь трудно помидывать мне. Вот. Это раньше я тут писал месяцами. А теперь оно налажено. Только можно каждое заявление брать, что-то менять, добавлять. Сейчас информации очень много. Поэтому свежие какие-то предложения в любое заявление. Раз. Каждое заявление – это своя тематика. Вот. И таким образом можно… И свое творчество, да, Володя? Да, можно… Нарисовать очень хорошие документы в конечном итоге. Они из Сипа убегают. Потому что у них психика уже не выдерживает. Я же говорю, она при моем появлении она просто бросает дело и уходит. «Мы должны… Мы должны… Мы должны быть деток. Я… Я… Стать писателями, фантастами… Я три года назад в районе заходил к прокурору… Хм … Вот. Вот. Он первый вставал, подходил к дороге. Хм… 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 То есть вопрос вот, кем ты себя считаешь, когда заходишь, то они должны сразу себе видеть вот эту непосредственную власть, или прямую власть, или власть народа, или то, что ты из Советского Союза. Должно быть просто написано как бы на лбу. Вот. Лет семь назад, когда я первый раз сюда попал, у меня это, повышенное волнение было. Так что я не знал, куда попал, поэтому тресли как остиновые листья. Вот. Через год... Ну, пусть все так треснемся, пока мы еще не наработали. Правильно. Потому что мы не знали, что нас обманывают. Что никакие мы не физические лица, а человека. И что вот эти все судьи надо судить только за то, что они нам навязывают вот эти... Да, просто назовем так, реже. Ага, это как Бодров говорил. А Сила говорит правде, помнишь, да? Да. Так вот, мы, когда каждый начнем себя считать, ну, минимум человеком, а лучше сразу человече, ну, в некоторые наборы переходят. Вот. То есть уровень наш, вот этот, духовный, энергетический, просто захлестнутый, потому что они больно мелко плавают. Они пользуются литературой, которая для нас вообще... Мы не должны с ней приказаться и рассматривать. Юридические слои, да, они решили. Ну, если ты себя считаешь физическим лицом, значит, будешь писать статьи из Гражданского кодекса. Потому что он написан для физических лиц. Поэтому надо брать другие статусы. Как минимум, Конституцию. Там есть понятие человек. И там нету понятия физлицо. Вот. Короче, вот мы тут рассматриваем стадию 63 Конституции Российской РФ. В 65-й статье, там говорится о этих субъектах права. И в этих субъектах нету Российской Федерации. Отсутствует. Ну, забыть. Поэтому делаем вывод, что по Конституции Российская РФ не является субъектом права. Поэтому от ее имени никто не имеет права ничего вам предлагать. В частности, решение именем Российской Федерации. Это с чего, Борис? Предоставьте документы, где Российская Федерация... Вот. Вопрос суде. Предоставьте документы. Или предоставьте статью Конституции, где указано, что это субъект. И вы имеете право от этого субъекта действовать. Доверенность, пожалуйста, на стол от Российской Федерации. Они же пишут не именем гаранта Конституции, а именем Российской Федерации. Надо конкретно до каждого слова докапывать. Вот именно, а то вы эти квартиранки обнагрели, блин. На квартиру зашли туда и выходить не хотят, блин. Время закончилось. Квартиранки они все отрекли. Бог развелил нас тут. Не знаем уже, куда в дышать еще делать. Обобрали, обокрали, как говорится. Закон на предстоте. Вот у меня тут дальше написано. У нас на дверях написано. Октябрьский районный суд города Тамбова. Я говорю, и где это вам разрешено от города Тамбова выносить решение? Здесь же нет понятия РФ. Здесь есть город Тамбов. А у города Тамбова печать не соответствует печати, которая стоит на исполнительном листе судьи. Или на решении или определении судьи. Я уж не говорю там о том, что это ГОС-51-511. Я пока говорю о городе Тамбове. То есть несоответствия. И вот ставлю им вопрос. Вы можете действовать легитимно за ГОС-51-511. Закон от имени города Тамбова. В Российской Федерации. Почему я должен отвечать за их глупость? Поэтому я задаю такие же вопросы судье. Вот пусть они и отвечут. Они смогут ответить? Да, они, я думаю, не смогут, потому что они впервые слышат, что такой человек нашел, что-то, что смелый. Они привыкли, что все дрожат, как осиновые хвостики, листики. Как осече хвостики. Просто я вам помню, что я многие годы занимаюсь изучением красивого русского языка. То есть если человек правильно мыслит или пользуется красивыми словами, из его обихода как бы уходят негативные слова. Так вот, когда вы начинаете красивые слова изучать, то первое, что вы обнаруживаете, это массу негативных слов. Потому что происходит отсев. Вы начинаете понимать смысл слова. Желательно, моя методика предусматривает писать красивые слова ежедневно. Вот, когда вы пишете, то вольно или невольно, вы начинаете осматривать смысл слова. И понимать, что оно означает. И за базаром следить, да, Володь? Вот, за базаром следить, это уже следующая стадия. Потому что, когда вы начнете общаться или писать документы, то все слова, которые вам не нужны, они вылезут. Они себя проявят и скажут, вот это мы здесь вам пузырим голову. И задача будет простая. Поменять одни слова на другие. Мы должны заявление писать в позитивной форме. Вот представьте, заявление в суд в позитивной форме. Я последнее заявление пишу... Да, у меня где-то там дальше оно есть, по-моему. Это фантастик, Володя. У меня первый пункт идет о том, что судья обязан выполнять 68-ю статью этого конституции о государственном русском языке. И закон о государственном русском языке. И обращаться ко мне. И там целый список красивых слов. С помощью которых она должна обращаться ко мне. Можно я на секунду вставлю свои три копейки? У нас, значит, когда звонишь по телефону, спрашивают операторы, как мы можем к вам обращаться, например. А у нас, Виталий, ну, ты знаешь, про кого речь. Про защитника. Он говорит, обращайтесь ко мне, мой господин. Девушка такая закапливалась. Потом так, а, а. А что делать? Работа-то вы левитаете неохота. А за его мой господин. Ну, я сразу обязываю красиво ко мне, потому что, ну, как вам, я сейчас связан с этими судами, там, с прокуратурами, и полностью гарантирую, что они красиво обо мне не думают. Я ж не могу упустить этот момент и подключить еще людей, которые обо мне хорошо бы думали. Например, судья. Например, прокурор. Например, судебный пристав. Я их же не просто там пишу, я их обязываю. Ну, значит, вы, они не в родине, если по вам это там. Они же ко мне обратились, теперь у меня есть право от требования, я им так и пишу. Ребята, вы ко мне обратились, я не знаю, кто вы такие. Но, так как вы обратились, у меня право от требования. Первое требование, вот, исполните, пожалуйста, 68-ю статью Конституции и закон о государственном руководителе. А следующий пункт пишется, запрещаю на основании этих же документов обращаться ко мне на иностранных языках. В частности, слово физическое, это иностранное слово, греческое. Поэтому запрещаю. Потом мы еще там какие-то слова по Ватисову и скажем, а, должник там, долг, они что же это? Ну, Владимир Борисович, ты садист просто. Торфик. А как они могут ко мне обращаться? Я что-то нарушил? А в законе-то конкретно написано, что вся документация судебная должна вестись на каком языке? На русском. На русском. Правильно. Вот в том и дело. Так вот, ребята, когда мы будем их носом по батарее, не я ж писал их, не эти, фигню. Меня просто попросили, чтобы я разобрался, потому что я многие годы читаю красивые русские слова и могу отличить русское слово от нерусского. Супер. Вот. И теперь вы будете об этом знать, вы будете писать. И я вот эти красивые слова, честно говоря, сейчас вставляю в любые заявления. У меня вот здесь вот сейчас вот эти первые два заявления, да? Я просто не вставил, потому что оно дальше идет. А по большому счету, у меня просто бумаги только не будут. поэтому я кое-что сократил. Вот. По большому счету, эти пункты надо вставлять в каждое заявление. Что русский язык, он имеет специфику очень интересную. он начинает, когда его, ну, каждое слово, это как бы кнопочка такая, три клавиши, как на пианино. Когда нажимаете, оно начинает работать. И издает звук, каждое слово имеет звук, вкус, цвет, вот. И оно издает эту всю гамму. И чем чаще мы будем произносить позитивные слова, тем быстрее мы достигнем позитивного результата. А главный у нас результат сейчас это быстрое восстановление работы в Советском Союзе. Других вариантов нет, да? Потому что Советский Союз никуда не девался. И, как сказать, я вот на вас смотрю, и за то, что у вас вы тоже никуда не девались. Как были, так и находитесь. Ну, кому-то неудобно слишком много нам принадлежит ресурсов, богатств. Я понимаю. Вот поэтому мы и должны писать, что все ресурсы, все богатства Советского Союза принадлежат именно нам. А то мне тут говорят, частенько вот пишут о праздниках. Там 23-й, 8-е марта, что это не руки праздники, я говорю, в рядах. Быстрее всего, это как раз и есть русские праздники. Вот. Просто их хотят замазать и всякие этими... Передачи, да? Передачи, да? Смысл. Иудейскими. А, ну да. Вот. Я говорю, надо раскопать, что означает 8-е марта, что означает 23-е марта. И, скорее всего, эти два числа, как минимум, относятся к русским бокам. Подмена просто происходит, да? Подмена. Затирают. То есть, на белое, мажут черное, потом нам крутят, говорят, что это вот так. У нас должна быть другая концепция. Мы должны найти, что это за число. И наша, так скажем, картина, или вот наш образ должен пересилиться. мы на каждый день в году или на каждый день в лете обязаны иметь свой, как бы, праздник или что-то хорошее и забыть полностью о тех, кто хочет там замазать. Грубо говоря, надо оттереть окна. Так же праздники 1 мая. Вот смотрите. Те первые праздники, которые убрали после, так скажем, 91-го года, это 1 мая. Почему? А там несколько слов. Мир, труд, радство, солидарность. Им это как кость в горле. Поэтому у нас это и должно быть. Мы должны это пропагандировать. мы должны жить в мире и согласии. И вот должны нарисовать мир, в котором я вот рад, что я жил в Советском Союзе. Сколько бы там не было всяких на него наговоренных, мне вот эти 70-е годы это, наверное, самое приятное в моей жизни было. никаких войн на территории Советского Союза не было. Никаких конфликтов не было. Это потом уже начали изобретать. Вот нам надо как раз как бы вернуться именно в то время, когда жили в мире и согласии. Я как военный ездил ну автолесил очень много. И везде были порядочные отношения между людьми. В крайнем случае мы все были в мире согласия. В школу ходили, выбирали себе чем нам заниматься. Дети во дворе бегали, за них родители не боялись. В школу дети ходили. Тоже никто ничего не боялся. В крайнем случае я хочу самому вот. У меня о том времени самое лучшее впечатление. Потом мне надо было в летное училище поскольку так поступил. Так переходим к следующему заявлению. Вопросы есть по второму заявлению? нету. Берем. Значит не это раз молчат. Так берем третье. А желательно еще записывать если что потом тетрадочки закрепить результаты сразу. Либо либо всем все ясно либо ну ладно вот мы можем собираться два раза в неделю я пишу о том что мне прислали письмо в нем никаких документов даже искового заявления не было. И вот я по этому поводу пришел судить. Нет административного искового заявления то нет и дела. И все. вот то есть возражать не на что и в конце отказать административному лицу и чтоб он забрал свое исковое заявление. Так переходим к следующему четверку а ну вот тут вот как раз я беру и задаю им вопросы мне интересно на основании ЧПО они ко мне обращаются разъясните мне человеку Владимиру непосредственной власти статья 21 ВДПЧ почему вы решили в одностороннем порядке что имеете право с меня что-то требовать указывать вызывать назначать меня физическим лицом ответчиком должны должник следующий пункт ее документ подписан судья Толмачева МС они все берут пример Путина и подписываются примерно так же как и он но безотчество то есть безотчество да но нет не то что безотчество если вы откроете статью 19 они должны исполнять гражданские коды это я могу его не исполнять а они обязаны вот а там написано гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности по своим именем включающим фамилию собственное имя а также вот что то есть если на бумажке где розпись Толмачевой не написано что это Мария Сергеев то данная бумажка является ничтожной так как у ТМС Толмачевой не возникло ни прав ни обязанностей понятно ну это понятно но сразу это нам объем слишком надо записывать как-то и обдумывать это все слишком для нас много наверное ребят я не знаю что вам записывать я вам заявление даю а ну какое поясение я читаю это заявление это заявление номер четыре а тут же там все прописано понятно так я и почему вам и даю это что тут уже все прописано а дальше написано на основании данной статьи Толмачева не приобрела ни прав ни обязанностей в том числе по принятию дела к производству обязыванию живого человека Владимира мужчину общаться с неустановленным лицом Толмачевой и ФНС то есть она меня же обязывает а с какой каланчана меня обязывает она даже по статье 19 это не проходит их вот надо вежливо так вот по ихним же статьям и для установления ваших прав и обязанностей а также личности гражданства в данной ситуации мне приходится обратиться в специалист в УМВД России по Томовской области так как это их специализация судья не может устанавливать устанавливать в МВД а в психушку ты там не занимаешься по правилам на жизнь я обычно пишу в МВД вот если мне приходит какой-нибудь бумажка например из суда я же не знаю кто ко мне обращается то у меня есть заявление в МВД где я прошу устанавливаю ко мне обратились две женщины неустановленные лица вот одна например Толмачева а другая какая-нибудь Соколова Соколова это из управляющей компании я же не знаю кто они такие ну да я говорю я пишу заявление в полицию чтобы полиция пришла в назначенное время когда у них там этот суд мне назначили да и установили личности гражданства этих лиц я всегда пишу такое заявление во-вторых я в этом заявлении указываю чтобы мне предоставили обеспечили безопасность нахождения в данном заведении я больше без полиции вообще не пойду что там делать то есть надо этих ребят приучать к тому что они должны будут со мной всегда ходить короче ты жестоко они видать тебя обидели в свое время меня да только так с ними с козлами надо поступать я же поступаю все в рамках их закона я пользовался в свое время мне в следственном комитете следак читал мои документы какие-то а я там написал как неизвестные мне лица он говорит нет такого понятия есть неустановленные я тут же во всех документах все неожиданные так нет я а там нет в наверху тут я неожиданно в в в в за точеку А это отдельно мне это, выйдите на меня, я поищу, потому что у меня этих заявлений. Добренько. Отдельно поговорим. Вот. Так, в общем, это вот четвертое заявление. Вопрос или? Вопрос по поводу заявления. В самом конце, в самом конце, ваше обращение зарегистрировано на сайте под мундером таким-то, таким-то, таким-то. Ну что, это что? Это не все. Смотри, пожалуйста. Это не должно быть. А все остальное это для них, да? Это, это, ну, это вот как бы для вас. Вы берете и используете, где вам надо. Нет, это понятно. Вот это номер входящего регистрации, это понятно, это они записывают. Да, дата, время регистрации, место стоящее. Вот они стоят. Ваше обращение зарегистрировано на сайте. Вот, смотрите, я написал вот эти заявления, да? Да, вот эти штук. Да у меня бумаги столько нету, чтобы это, писать, да еще в двух экземплярах. Я обычно отправляю по электронике. Ага. Отправляю в суд, например, вот эта судья же, она хотела со мной пообщаться. Да, вот, смотрите, два года вы не видели, она вспомнила обо мне. Ну, я ей напомнил, что больше не обращалась. Она потом уже столько пожелела, да? Ты говори, конечно, ей сидеть. Если я месяц сидел, сочинял ей. Она, конечно, может написать, что это не имеет отношения к делу. Никакое дело, оно зарегистрировано уже. То есть, я теперь могу на каждую ее отписку или нежелание отвечать, брать и писать частную жалобу. И все. Что то-то, то-то. Но это опять очень много времени. Можно в этот синтон прыгать, конечно. Надо что-то будет получше придумать. Вот. Но все равно. Наша задача их это. Довести до белого коленя. Да, да. По-другому нельзя. Не то, что до белого коленя. Нет, надо расшатать просто их. Надо красиво о них написать, что они такие хорошие. В моей жизни была ситуация одна. Вот. Не могу рассказать минуту за минуту. Ну, мой друг, я когда в армии служил, его по комсомольской путевке отправили везти джембелей куда-то в глухую Сибирь. Сначала поездом, потом опять поездом, потом на каком-то пароходе. Потом сдать их в какую-то там организацию и уехать. Говорит, вау, я не представляю, что это было. Говорит, мне дали там типа 100 человек джембелей, у которых одна мысль домой уехала. А мне их в Сибири, на комсомольской стройке. Вот. И что ты думаешь, я их завез? Он сразу понял, что он с ними... Короче, у меня интернет просто там... Очень круто наобщался. Ребят, кто не ведет сейчас в данный момент беседу, отключите микрофоны, пожалуйста, решайте. Вот. То есть он очень тяже с ними общался, назначил сам старших. Вот. Дал им какие-то там полномочия. И вот таким образом он добрался. Вот. Так, ладно. Едем. Давайте пятник посмотрим. О печати. А, вот. Как раз. Сейчас печати не занимался. Вот. Здесь в заявлении тоже говорится о том. Расскажите мне человеку. И вот так все. Судья, она не может... Друзья, извините. Друзья, включите все микрофоны, пожалуйста. Судья, вы не можете задавать вопрос. Это по их нему. Поэтому просите разъяснить какую-то ситуацию. Вот. И у пишки вот. На определении стоит ваша печать. И вы вдруг посетите, объясните, а почему она не соответствует. Судья, вы думаете, какая-то не соответствует. И вот у меня там, видите, расшифровка есть. Я бы сказал, что здесь у вас есть. А ну, ты? И тут же уведомляю, что в отношении вас действует конституция 1977 года. Военная присяга. В статье 13.14.64 УК РСФСР. И они прекрасно знают, что это такое. А вот еще интересный момент. Многие его пропускают сюда. Что в 92-м году был выпущен закон о сфере судьи. И судьи якобы живут по конституции Российской Федерации. Но в 92-м году не было конституции Российской Федерации 93-го года. А значит, была конституция 78-го года, которая называлась Российской Федерации. Но ее взяли, переделали по ДРМ. Но на самом-то деле, это конституция Российской Федерации. А в конституции... У кого не отключен микрофон? Саша, у тебя отключен микрофон? Александр? У? Микрофон. Видимо, не отключен. Микрофон. Микрофон выключи, пожалуйста. Все. Микрофон. Микрофон выключай всегда, когда не говоришь. У кого посторонние движения есть в комнатах, будьте любезны. Микрофон выключите просто. Микрофон. 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 В общем, все законы о статусе судей, он написан вот на фирм Конституции РСФСР 78-го года. И все судьи должны избираться по Конституции РСФСР. Они, видно, сами уже заблудились, не могут понять, что... Они подсовывают название, но название РСФСР в 92-м году не соответствовало РСФСР 93-го года. И не было Конституции 93-го года. Клин. Клин. А это где заявление указано? А? Сейчас вы говорите, где это заявление сейчас указано? Я чувствую. А в соответствии с законом о статусе судей 92-го года, вы подчинены Конституции РСФСР. Это подпечатки-то. Ага, все нашел в 12-м году. Вот. Закон о статусе, он 92-го года. Так же, как закон о прокуратуре, тоже 92-го года. То есть они все находятся под Конституцией РСФСР. Так, вопросы есть по пятому заявлению? Нету. Едем дальше. Шестое. Вот. У нас есть референдум. Вот здесь как раз заявление о референдуме. Задаю разные. И прошу разъяснить на основании референдума от 17 марта 91-го года. Вот. 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 Ну ладно. Вы сами это посмотрите. Так. Идем. Следующий. А, вот. Вот. Седьмое. Вопрос тут основной в чем. Вопрос. на. Я, что у них там. Я, что у них там. Я, что у них там. Они собственность у меня завели. Тогда пусть за нее отчитываются и выплачивают в ней бенефиты. Вопрос. Все они вообще ко мне обращаются. И ни по каким этим канонам они вообще не проходят. Ну вот таким образом я, например, рассчитываю, что они на меня посмотрят и не захотят связывать. И откажутся от всех налогов. Я ему и раньше не платил, а теперь еще через суд разрешу. Так. Едем дальше. Восьмое. А, вот. Хорошее заявление. Это вот. Задаю вопрос. Обязаны ФНС выполнять постановление Государственной Думы 1996 года, 157-2 ГД? Вот. Заставляю их ответить на этот вопрос. Обязаны ли они? Естественно, они не напишут, что они не обязаны. То есть ты им выматываешь силы, да? Выматываешь силы, что можно выматывать. Ну да. Ну как я выматываю? Я задаю правильный вопрос. Ну да, но цель-то, мы же должны понимать, цель нашей игры-то. Звести их. Естественно, по идее, должен быть постановление. Вот здесь почему-то нет. Значит, нету в руку нету. Вот. Смотрим дальше. Я вам просто показываю принцип, как ухо. То есть я им даю документ, а они с ним уже ничего сделать не будут. Они же не могут написать, что они не будут его выполнять. Вот теперь декларация, что ваш человек. Ну подход гениальный. Просто гениальный. Вот. Я им даю, я делаю свою шагу, кто я. Потом пишу Толмачёвой, а потом от неё требую. Как раз вот то же самое. Обязан ли ФНРС выполнять декларацию прав человека? Гениально. А ты что? Представляете, судья сидит теперь, смотрит вот на это заявление, да? И что ей думать? Здесь написано. Вам требуют, то есть судье, запросить в ФНРС и сообщить. Признают ли они всеобщую декларацию прав человека? Оно как бы и смешно, но вопрос в чём? Я когда на меня напали эти судебные приставы, я им заявил, что я человек. Вы знаете, как они смеялись? А кто это такой? Бебилы. Там же вообще уроды набирают. Я понимаю. Они понятие должник понимают. А понятие человек для них это недосягаемо. У них в голове этого нет. А если, как говорили, что я человече, то у них вообще там короткая жемута нет. Други, кто смосят, они сразу думают, секта, секта. У них больше других слов нету, секта. Они могут думать что угодно. Но когда ты пристаёшь вот этот листочек, на котором написаны эти вопросы... Володь, и широкой штанины по спортивному, и по воргиниям. Воргиния. Я садя. И... А здесь стоит номер регистрации. А потом ещё берёшь, да? Достаёшь ответ, и ты по на честникам. А там написано, что они все обязаны выполнять декорацию права. И когда ложишься перед ними, им становится не по себе. И ты начинаешь ими рулить, потому что они поняли, что ты уже, это, на петестаре, что ты уже с их не начальством пообщался. А кто-то уже с их не начальством пообщался. А кто-то уже с их не начальством пообщался. А они теперь обязаны это выполнить, потому что, если не выполнят, их лишат, как минимум, всяких льгот, а то и вылетят с работы, как уже многократно было. Ну да, есть такой практик. По собственному желанию. Срочно. Едем дальше. Так, вот конституция Советского Союза. Вот, я интуиция. Вам требуется, вам требуется, это к суде обращение. Я вообще никогда у них ничего не прошел. Я нашел такую форму, вам требуется. Это их не обязанно. Запросите, вы поняли, если сообщите. Имеют ли право граждане, рожденные в СССР, и в соответствии Конституция СССР с законом о гражданстве СССР, не выполнять Конституцию СССР от 7-го октября 7-го года. По Конституции СССР кто имеет право отменить Конституцию СССР с 7-го года. Укажите статью Конституции СССР типа поэтому. Укажите статью. Там нет такой. Ага. Вот. Где, когда на рост СССР собирался союзный референдум по отмене Конституции СССР в 7-го года. Вот представляете, судья должна вот на эту билетистику ответить. Следовая судья. Вы представляете, что она? Какие добрые слова она сейчас произносит? Читая вот эти. Да, красивые против тебя, наверное, она там. Поэтому, зная, что она будет думать обо мне, я сразу пишу первых пунктов. Вот у меня вот здесь должно было быть после пункта А идти красивые слова. Потому что я узнаю, что она потом думать будет. Я сразу озадачиваю ее, чтоб она думала только хорошее обо мне. И не просто озадачиваю. А ты... Ты... Ты ее расслабляешь на это... Перед актом каким-то... Особовое насилование. Так. Ты мне... Ааа... Я Сибирячка, мне простительно. Кто? Сибирячка я. Мне простительно. А я за северным полярным кругом. Теперь что? Нет, просто идет освобождение в виде смеха. Такое виртуозное. Но игру мы давно уже не встречали в своей жизни. Вот. Едем дальше. Теперь самые главные документы, которые мы добрали. Называется, вот у меня доверие. Это мое изобретение. Не помню, года три назад я его изобрел. В конце там, в этом вот уме недоверие, самое главное. Ну, вы тут посчитаете, это длинно. Сейчас найдем. Такую страницу, где по самому конце. Дырочной. Поехали в виде холеста. Такой страниц. Вдох. А, ну вот, шестая страница в самом низу, уведомление. Вот он, недоверие, Толмачевой, никакого процессуального отношения не имеет к отводу судья по статье 16. Я сразу предупреждаю ее, что никакого отношения. С законодателем не предусмотрен ответ судей, отвод судья по данному ответу. А, это ответ на вопрос Толмачевой. Вы доверяете суду? Ответ нет. И что самое интересное, законодатель не предусмотрел отвод судье по данному ответу. То есть, когда вас спрашивают, вы доверяете, а вы говорите нет, то в законодательстве нет инструкции, что должна делать судья, когда вы ей говорите, что нет. Поэтому они начинают выкручиваться и говорят, вы мне отвод даете. Я говорю, нет, я вам не даю, я вам просто не доверяю. Вот. Вот. А так как она не знает, что ей делать, поэтому я ей пишу. Поэтому от Толмачевой требуется сделать запрос в Конституционный суд РФ за разъяснением данной ситуации, что обязан сделать судья в данной ситуации, имеет ли он право продолжить судебный процесс без доверия участника процесса. в Конституционный суд. Понятно, да? То есть, я ее опять отправляю куда? Сделать запрос в Конституционный суд. Для нее это самая страшная пытка. Куже, чем на пустор бабочек ловить, да? Да. Как делать куда-то запрос, это все. В Конституционный суд или правительство? Вот. Очень вот. Встаньте, знакомьтесь, пользуйтесь. У меня такой вопрос, Владимир. Давай. Вы конкретно говорите про Толмачевой, да? У нас же судей в суде это много, до хрена всяких разных. К какому судье именно писать этот суд? К тому? Обратите внимание, что я здесь не пишу судья. Я нигде не пишу судья практически. Вопрос в чем? Они никакие не судьи. Нет. Я понял. Они физические лица. На кого ты в суд можешь подать? Ты можешь подать на Толмачеву. Не на судью Толмачеву, а на Толмачеву. И вот здесь надо как раз это, об этом везде всегда и упоминать. А то многие пишут место фамилии судья. А судья это непонятно что, аморфное что-то такое. Вот. А когда ты берешь фамилию, то человек начинает понимать, что его задерживают не за физическое лицо, а за живое, за его рубашу к телу, которая прилигает. И вот здесь судья тоже становится неудобно. Частенько я пишу физическое лицо Толмачева, чтобы ее окончательно поставить на то место, которое она себе выбрала. Не я же выбирал. Она себе паспорт такой сделал, который показывать не хочет мне. Где конкретно будет указано, что ее фамилия и имя было написано заглавными буквами. У меня видите, в заявлениях они все фамилии указаны заглавными буквами. Да, я обратил внимание. Но еще можно было бы сделать и не просто так, а как физическое лицо писать. Толмачевой МФ, а не МФ Толмачевой. Я списал с ее документов. Я не стал искажать. Взял, как у нее написано, так и сделал. Чтоб она потом не сказала, что я чего-то в нее скажу. Понятно. Меня однажды судья выставил за пределы судебного заседания. Но там еще три человека оставалось. Я отец выступал. По очереди всех выгнали. Вот. До одного. Даже этого. Ответчик, в конечном итоге, его выгнали. Судья сам себе делался. Он сразу обиделся на все, что я написал. Но, так как я это написал, а потом просто взял листочек и зачитывал, он не мог мне, как говорится, предъявить никаких претензий, что я его оскорбил. Я говорю, я вас... Он говорит, вы меня оскорбили. Я говорю, извините. Я читаю, что листочка, и у меня все написано в соответствии, взято из конституции Российской Федерации. Можете предъявлять, как раз вот сделать запрос в конституционный суд и... И это... Ой, он как орал. А потом это... Судебным пристом сказал... Дал команду, чтоб меня выдели. Я говорю, не надо, я сам выдел. Вот. Вот. Поэтому всегда надо писать. Вот. Они тогда не смогут вставить свои шпильки. Они любители писать, что их там оскорбили, еще что-то. А я прошу такого внести, что я только зачитываю. И все. Я говорю, ни слова больше. Потому что, когда я написал текст, что над работой, там неодовольничного пола. Или, в прямом случае, никакой кромолы там нету. Там все в рамках закона написано. А вот если его фантазия трактует конституцию как оскорбление, то это только нам плюс. Мы же потом это все огласим в другом суде. И скажем, где это он тут нашел. Конституции, Российской Федерации. Оскорбление. Не тут, а дауны. Просто дауны. Просто писать правильно надо. Через гай не переходи. Идти рядышком, но не переходи. Вопросы еще. Вопросов нет вопросов. Все объясняешь понятно. Нам бы это переварить. Так, в общем, вот вам 11 заявлений. Кому будет интересно какие-то, ну так скажем, персонально, в личку заходите. Пока хватит. Будем тренироваться. Да, на сегодня хватит. 11 заявлений. Честно говоря, я думал 3 сначала. Поэтому я и говорю, лучше записывать, потому что ценная информация. Если водитель, как говорится, в это состояние, то можно великие дела творить. Ну, короче, творите великие дела. Владимир, ты как у нас пострадавший от системы, на всякий случай сбрось номер карты. Может кто-то 20-50 рублей сбросит. Я знаю, что тебе на лечение сейчас надо. Да, ладно. У кого будет возможность, у кого не будет никаких претензий. У кого будет, может 50 рублей хоть сбросит. Спасибо. Я тебе сброшу. А я куда ее буду? А я куда? Ну, ты можешь сейчас ее сбросить, ничего страшного. Ладно. Нет. Ты мне сбросишь, а я сбросу. Да, да, да. Все. Потому что мы с тобой разговаривали. Да, как ты. Успехительная болезнь. Вот. И я говорила, если будешь желающий, то можно сказать. Вот. Да, да. Нет, нет. Мы вообще сколько можем по разу в неделю собираться, Владимир? У меня есть карта Киви. А? Давай обязательно. Владимир, Владимир, повстретим как нам. Просто карта Сбербанка у меня заблокируется. Понятно. Надо указывать. Потому что, знаешь, сегодня нету человека, а завтра вдруг раз и все, и он тебе маленько поддержит. Наверное, там, на что-то, на лекарства и так далее. На фрукты. Ну, в общем, вот по времени, когда нам, сколько мы можем в неделю собираться? Пару раз опыт перенимать. Конкретно. Ну, мы вот как раз, это, 45 минут, можно сказать, позанимались. Нормально. Нормально. А то перегруз будет у нас, начнет плавить самороги. Такие привычки. Ага. Можете изучить эти документы, если вопросы есть, то проще есть. Ну, друзья, я думаю, два-три раза в неделю достаточно. Не каждый же день чистить. Надо это все закрепить. И именно практиковать. Так ведь? Давай пока два раза в неделю. Вот. Создай там братья. Ну, ладненько. Согласуем. Я скину людям. Ну, я думаю, лучше вечерком после работы, если... То есть я предлагаю один выходной, например, в воскресенье, да, чтобы люди свободно могли. И один среди недельки. Либо в среду, либо в четверг. Нормально так? Да. Давай так. Нормально. Будем согласовывать похожую. Угу. Хорошо. Вадим, можно, да, в республику это распределять, да? Печку, пожалуйста. Только я очень прошу, мы заранее договаривались. И перегружайте, пожалуйста, человека. Потому что у нас, знаете сами, народ какой. Значит, он просто очень много и документов делает. И, в общем, система с ним боролась, поэтому были проблемы со здоровьем. Поэтому я вас убедительно прошу, ну, человека не перегружать так, если, как говорится. Кое-что, так ладно. Ага, хорошо, хорошо. Я просто к вам. Обращаюсь, что если мы этого человека не сбережем для будущего, нам всем будет плохо. Не так? Так, так, так. Хватит ерунду говорить. Так, ну ладно. Благодарю всех за участие. До свидания, кому надо, Валичку. Всего счастливого. Спасибо. Ставьте огромное. Пока-два. Продолжение следует...